Здравствуйте, дорогие телезрители канала Афонтова! Я очень вас люблю и еще я очень люблю моих подписчиков с канала YouTube. Я хочу поприветствовать и Белоруссию, Польшу, Украину, Дальний Восток, Ближний Восток, Израиль, Тунис. Это все мои подписчики. Я очень рада, что мы с вами сегодня встретимся и по очень даже интересному поводу. У нас скоро наступает Новый Год, а Новый Год это великий праздник у русских, у нас даже старый Новый Год есть. И я очень хочу познакомить вас с некоторыми приемами обращения с тестом. Сегодняшняя тема это тесто слоеное дрожжевое. Конечно, его можно сделать дома, но когда мы будем говорить о слоеном тесте, оно есть еще без дрожжевое, мы будем работать все-таки с тестом готовым, потому что, как оказалось, машина, которая готовит это тесто, делает это с огромной скоростью, причем делает это настолько хорошо и правильно, и слоев так много, а от этого теста становится удивительно просто пышным, нежным. А слоеное дрожжевое тесто, оно же не рассыпается в крошку, как вот бездрожжевое, особенно если подсушить. Смотрите, оно уже подходит, оно оттаяло и начало подходить. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы его развернуть. Посмотрите, какой лист. Просто замечательный. Такой лист мы, конечно, раскатать не сможем. Мы его разрежем сначала вот так и уберем половинку, пока вот в этот противень, чтобы он не прилип. То есть сделаем из этого листа 8 квадратиков. Слоеное тесто имеет одну особенность. Если вы его будете раскатывать, как пельменное, туда-сюда, обратно, нельзя. Это неправильно. Либо в эту сторону, либо в эту сторону. Вот такие движения вперед и вбок вы можете делать. У теста слоеного между слоями, либо сливочное масло очень тонким слоем, либо маргарин. Как это достигается? На квадрат уже готового теста такой толщины укладывается кусок сливочного масла, заворачивается конвертиком и начинается раскатывать. Раскатали в одну сторону, сложили пополам в холодильник на полчаса. И этот процесс будет длиться неоднократно. Поэтому готовое меня устраивает больше всего. Если вы хотите, чтобы у вас какая-то часть не подошла, значит, нужно смазать это яйцом. Если вы хотите, чтобы у вас склеилось тесто, и это касается и дрожжевого обычного, значит, нужно смочить водой те края, которые должны склеиться. Когда вы заводите тесто для того, чтобы самому сделать слоеное дрожжевое, помните, что количество молока не должно превышать одну третью часть от жидкости, которую вы используете. Это очень важно, иначе тесто будет не пышное. Мне надо сделать из этого, ну, я разрежу, сделать квадратики на два пирожка. Значит, примерно вот такие. Чуть-чуть я еще их подтяну, когда буду заворачивать начинку. Какая начинка хороша для слоеного дрожжевого теста? Да, в принципе, любая. Но ее надо приготовить. Любимые пирожки в Сибири какие? Ну, правильно, с луком, с яйцом и с капустой. Ну, как вы готовите капусту? С луком, с яйцом там трудно ошибиться. Но вот с капустой как-то мне не встречалось много хозяек, которые делают эту начинку правильно. И я иду к плите, чтобы показать вам, как это сделать правильно. Что особенного в этой начинке? Капуста порезана, ну, не совсем крупно и не совсем мелко, вот такими вот небольшими кусочками. Количество ее достаточно мало, потому что, ну, знаете, когда печешь много пирогов, они не получаются очень вкусными. Поэтому количество начинок, пусть они будут разнообразны, но готовить их надо понемногу. Здесь слегка обжарена капуста. Когда вы начинаете готовить начинку из капусты, не отходите от плиты. Вы все время должны перемешивать то, что здесь. Вот поскольку капуста у меня почти готова, почти, я ее отодвигаю на края сковородки. Она слегка зарумянина. Лук может быть, а может и не быть. Тот, кто не любит лук, вы его сюда не кладете, но мы любим, мы сейчас положим. А потом тот, кто не любит лук, должен понимать, что вот это яйцо, которое здесь лежит, оно будет разбито в эту капусту. И когда капуста смешана с яйцом, вот начинка, которая нежная, сладкая. И вы даже сразу не определите, что это пирожки с капустой, потому что это нечто необыкновенное. Брасываю лук, потому что у меня тут уже шипит сковородка. Я когда смотрю программы некоторых каналов, и когда повар льет масло полбутылки, говорит, вот две ложки столовых я сюда полил. Ну, я действительно, чуть меньше столовой ложки, больше здесь не требуется. Теперь нам нужно это поперчить и посолить. Ну, примерно вот так. А теперь введем черный перец. Я очень люблю мельницы, потому что перец там всегда очень душистый. И этого количества достаточно для того, чтобы было вкусно. И лук нужно спассеровать. Чем отличается пассерованный лук от жареного? Да только тем, что он сейчас поменяет цвет на прозрачный и даже не будет зажариваться. Вот это и есть пассирование. Количество масла должно быть более-менее приличным, а температура чуть ниже, чем обычно для жарения. Уберем эту сковородку на холод для того, чтобы она остыла, потому что никогда теплая и горячая начинка не кладется ни на какое тесто. Ваше тесто просто поплывет. И постарайтесь, пожалуйста, размешать его так, чтобы оно у вас не выглядело яичницей. Ну, все, начинку убираю остудить. Вот так она выглядит. Видите, какая румяненькая, какая вкусненькая. Но у нас есть еще одна начинка. Помните, мы ли там щавель готовили для пирожков и убирали в морозилку? Вот еще и щавель обязательно. Такие пирожки мы тоже сделаем. Это очень вкусно. И это уже десерт, потому что он сладкий и кислый. Он душистый. И это с нашего с вами огорода. Так, посмотрите, у меня вот передо мной квадратики раскатанные. Вы скажете, ну и как из них пирожки делать? И вы будете совершенно правы. Пирожки из них делать легче легкого. Берем щавель. Вот он замечательный. Мы с вами его готовили в микроволновке. Мы должны их закрыть так, чтобы наш щавель оттуда даже не появился. Вот сначала здесь слепим. Очень сильно слепите. Либо смочите водой. А теперь, смотрите, поднимаем вот этот бачок. Вот так вот. Защипы сделаем сначала прям вот так вот. По всему этому кармашку. Чтобы ничего не вытекло. А теперь возьмите вот эти ушки, где квадратик заканчивается, и соедините их вот здесь. Соединили. И посадите пирожок вот так. Я укладываю сюда. Достаю следующие кусочки теста. И сейчас быстренько перекатаю щавель, пока остывает капуста. Доделаю и капусту тоже. И покажу, как получилось. Для того, чтобы пироги были красивыми, их, конечно, надо чем-то смазать. Можно смазывать подсолнечным маслом. Можно смазывать яйцо, разведенное молоком. Или желток, разведенный молоком, скорее. Но это просто яйцо смешанное. И вот эта яичная пленочка, она будет держать там внутри влагу. То есть не будут они сухими. Смазывается ведь не только для того, чтобы они красивые были. Все, пирожки готовы. Они отправляются в духовку. А на очереди это со щавелем. Температура выпечки таких пирогов из теста слоеного, хоть без дрожжевого, хоть дрожжевого, чуть больше 200 градусов. Вот 250 даже много. 220 терпимо. Как видите, они раскрылись. Но от этого ничего такого особо. Вот один пирожок вытек, а остальное все в лодочках получилось. Но уверяю вас, что они будут очень вкусные. Просто закрывать надо. Вот гораздо лучше, чем я это сделала. Ну, квадратики у меня практически готовы. И у нас остыла капуста, и мы делаем начинку из нее. С капустой работать, конечно, гораздо легче. Даже если останутся где-то незакрытые части, такие дырочки, то она оттуда не вытечет. Если оттуда и вытечет, только масло. И вот этот вот способ защипывания таких пирожков я придумала сама, потому что квадратные листы теста, они, конечно, позволяют вырезать из них там и овальные, и круглые, но это очень сложно. Потом собрать все кусочки, потом все снова в комок, все снова скатать. Для меня это неприемлемо. Я люблю, когда просто и понятно. Вот все, мы подтянули вот эти ушки, а теперь мы их соединим, и пальчиками прям вот такое движение мы соединили все как надо. Присадите его, вот так раз-раз присадите. Он получился такой. Он будет очень пышный, это же слоеное тесто дрожжевое, поэтому он не будет клеклый, все будет с ним в порядке. Значит, пирожок готов, они очень красивые получаются. Пирожки с капустой, посмотрите, закрыты очень даже правильно. Сейчас я их поправлю, чтобы они были красивыми, не горбатыми, не кривыми. Они должны быть очень ровно. И температура все-таки, поставьте 200 градусов, этого будет достаточно. Также смазываем яйцом, чтобы красота была, колер, так сказать. Смазываем вот так прям смелой рукой, ничего здесь не подомнется. Но любые пирожки, даже если бы они подгорели, ой, домашние, они очень рады, хотя бы уж подгорелых поесть. Я шучу, конечно. Продукты портить нельзя, особенно когда кризис в стране. Все, закрываем. Нам осталось увидеть и еще попробовать, какие они получились. Ай, какие хорошенькие. Видите, они не подгорели. Мы следили за ними внимательно. И вот я вам говорила, что нужно сбрызнуть просто противень холодной водой. Видите, ни один пирожок не прилип. Они спокойно все, только масло чуть-чуть выкатилось из них. Ну, это не страшно. Ну, а теперь накрываем стол и пьем чай. Дорогие мои, пироги на столе, счастье в доме. Я очень надеюсь, что на Ютюбе вы посмотрите неоднократно в хорошем разрешении все наши программы. А еще хочу сказать, что впереди у нас еще очень много интересных программ. И я научу вас делать катык, сузьму, научу делать вас творог домашний, чтобы ваши детки не травились тем, что продается в магазине. Это очень важно. А то, что мы сделаем, будет очень вкусно. И перед Новым годом мы обязательно будем печь необычные торты, необычные горячие блюда, холодец. И обязательно приготовим солянку, ту домашнюю сборную, мясную солянку, которая всем нравится. Всего доброго вам и до свидания. Всегда ваша тетя Таня.